Приветствую вас! Вы знаете, вот вы задаете вопрос, который, значит, вы говорите. Мне 20 лет, мужу 22, а, значит, с недавнего времени у нас начались ссоры, которые доходят до развода. Значит, соответственно, ваш муж общается с девочками на стороне, и вы спрашиваете, что вам делать, разводиться или перераняться иметь. Давайте сперва скажем так. Не скажем, а спросим. Спросим. Спросим вас так. Так. Вы любите своего мужа? Как вы думаете, ваш муж любит вас? Знаете, если вы любите своего мужа, то, естественно, вы хотите сделать его счастливым. Это нормальная реакция, было бы это нормальное поведение, нормальная шхолада. Сделать человека, которого вы любите, да, счастливым. Если он вас любит, соответственно, уже у него такая же нормальная реакция, сделать вас тоже, собственно говоря, счастливым. Реакция, поведение, стремление – это все хорошо. Это все нормально, это все здорово. Если вы оба друг друга любите, тогда вы хотите сделать его счастливым, вы понимаете, что ссоры происходят как раз-таки по причине того, что человек, в частности, ваш муж, да и вы тоже, не счастливы почему-то. Вот в чем-то, как-то вы не счастливы. Естественно, я не знаю, в чем именно. Естественно, можно только догадываться, в чем и почему вы не счастливы. Но, если вы друг друга любите, если вы настроены на то, чтобы делать друг друга счастливыми, то вы будете стараться, значит, найти причину. А причину, по которой ваш муж, например, вами ссорит. А то, получается, такая ситуация, что не совсем понятно вообще. А нужно ли сохранять семью, если вы, например, своего мужа не любите? Или он вас не любит? Зачем в этом случае сохранять семью? Сами подумайте. Минус, скорее всего. Если у вас нету каких-то еще стимулов к тому, чтобы быть с мужчинами. Далее, вы говорите, что в последнее время у вас начались ссоры, в последнее время вы ссоритесь и так далее. В последнее время. С учетом того, что вам 20 лет будет 22, в последнее время это сколько? Сколько вы вместе вообще находитесь, сколько вы знакомы и сколько вы в браке? Может быть, у вас период с влюбленности проходит, и сейчас начался процесс адаптации к более взрослым отношениям. Может быть, если вы познакомились по дростковому возрасте, то, может быть, у вас сейчас начался период взросления, смены ценности жизненных ориентиров, и вы уже по-другому друг на друга смотрите, такое тоже может быть, такое тоже возможно. Так все это нужно с вами разбирать, откуда возникли ссоры, почему они появились, почему они стали возможными вообще. Итак, да. Чем они обусловлены, кстати говоря, эти ссоры, в тот же момент очень важный, чем они обусловлены. Знаете, любая ссора это лишь следствие. Это ни в коем случае не причина. Люди ссорятся из-за того, что есть какие-то подводные камни в отношениях, которые и не позволяют им, то есть людям, чувствовать себя спокойно, чувствовать себя свободно, чувствовать себя гармонично, правильно и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, именно с этими аспектами всеми и нужно разбираться. Ну, например, если вы, допустим, если вы своего мужа любите, ну, к примеру, и хотите, вообще-то говоря, с ним быть в отношениях, да, допустим, а он вас, например, не любит и не хочет с вами налаживать отношения, да, что делать тогда, в этой ситуации, что делать, а в этой ситуации вы либо принимаете этот факт, что он вас не любит и живете с ним, потому что вы любите его, а он позволяет себя любить, и здесь да, будет и его общение с другими девушками и прочее-прочее, все это будет. Или вы принимаете решение уйти от этого человека, потому что хотите взаимной любви для себя. Причат вас. Или, предположим, вы любите друг друга, но вы хотите что-то делать для отношения, а мужчина – нет. Ну, вот такая у него любовь. И в этой ситуации тоже нельзя говорить о том, что имеет смысл сохранять семью, потому что получается тогда, что вся семья как бы будет на вас. Это не есть хорошо, это не есть праздник. Это не есть то, что сделает вас счастливыми. Развод – это крайняя мера. Это когда уже нет другого выхода. Это когда вы убедились в том, что человек не готов ничего делать для вас. Это когда вы убедились в том, что человек не желает делать вас счастливым. Не желает уступать. Не желает строить. Не желает работать над отношениями. Вот в этом случае, развод является единственным верным решением. Но, как вам правильно сказали коллеги, развестись вы успеете всегда. А вот попробовать сохранить отношениями. Попробовать не потерять человека, который с вами сейчас, да? Вот это куда сложнее. Потому что для этого нужны силы, для этого нужно время, для этого нужны иногда и денежные средства для оплаты, например, работы специалиста. Понимаете? И вот это делать хочется далеко не всегда. И поэтому вы сами сперва для себя постарайтесь определить, чего же вы хотите. Просто вот сами для себя, чего вы хотите. Что вам нужно? Чего вы желаете больше? Например, вы желаете больше отношения с мужем, допустим, с ранней силе, и вы желаете больше, например, детки расхвести. Вы же сами для себя, скорее всего, решение уже принято. Так вот, и подумайте над тем, как можно было бы это решение реализовать. И почему вы, как бы, желая реализовать какое-то решение, да, обращаетесь к нам за советом. Получается, вы не уверены в своем решении? Получается, вы сомневаетесь в том, правильно ли вы поступаете? Получается, что вы не знаете, как вам правильно поступить? А почему не знаете? потому что есть за и против. Верно? Есть за и против. Например, разводы. Так вот, и давайте попробуем, попробуем с вами взвесить, что это за, за, против, и за. Взвесить все плюсы и все минусы разводы, секреты и минусы, сохранение брака, дальнейшего и так далее. Давайте попробуем. Попробуем со всем этим разобраться. Попробуем это лучше понять. Попробуем вас лучше понять. Понять, чего вы хотите сами для себя. Вот это будет верным решением. А там, в процессе всех этих бесед, внезапно к вам придется, ну, знаете, такое вот своего рода, озарение. Вы сами вдруг вдруг увидите, что вы хотите. Вы сами поймете, хотите ли вы отношения с мужем сохранять такие вот, какие они есть сейчас. Вы сами увидите, готов ли ваш муж что-то делать для этих отношений или не готов кто-то делать для отношений. Вы сами это все увидите. Благодаря беседе с психологом и увидев все это, вы ответите себе на ваш вопрос. говорить же вам о том, разводиться вам или лучше сохранять семью, я не буду. Потому что подобное является нарушение профессиональной этики. Не можем мы давать советов. рекомендации вот что делать вам. Да, это пожалуйста, это можно. А, советы давать? Нет. Советы вы можете спросить у своих друзей, у своих знакомых. Это да, пожалуйста. Но ни в коем случае не у психологов, ибо психолог это специалист. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку помогу. Если вам понравился саму ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.